Всем привет, друзья! С вами Градничук Александр. Сегодня в нашей программе мы обсудим всегда актуальный вопрос. При лоу-кике нужно натягивать носочек на себя, либо от себя, чтобы удар ногой был как бейсбольный бит. И поможет нам разобраться в этой теме человек, который пробил не одну тысячу лоу-киков, который один из лучших в этом деле, Артем Лев Левин. Артем, расскажи, пожалуйста, твое мнение о том, при лоу-кике нужно натягивать носок на себя или от себя? Мое мнение такое, это все достаточно субъективно и индивидуально. Я не закрепляю, я прям не натягиваю носок во время удара. Но есть разные техники, разные техники лоу-кика, то есть их можно, наверное, 3-4 основных таких насчитать, в которых где-то нужно прям натянуть, как струна, чтобы была голень и носок вместе. А где-то можно более порасслабленнее ударить, где не так принципиально этого. Чтобы носок на себя тянули, ну, при лоу-кике я так не использую, но не исключаю, что кому-то это более удобно. Я стараюсь все удары бить, будь ну коленями, будь ну мидл, лоу-кики, хай-кики, чтобы носок был вытянут. Понял, спасибо большое. Друзья, скажем большое спасибо Артему за то, что он поделился с нами своим драгоценным опытом. Кстати, у Артема есть инстаграм, ссылка в описании под этим видео. Кто еще не подписался, подписывается. А также, кому интересно потренироваться в Таиланде, посмотрите ссылочку в описании под этим видео о спортивных дурах в Таиланде. Ну, а самое главное, если вам понравилось видео, лайкайте, комментируйте, делитесь этим видео с вашими друзьями. А самое главное, подписывайтесь на мой канал. С вами был Игорь Ванчук, Александр. До скорых встреч.